приветствую на канале ну что ребята добрался я иду антигравитационной платформы гребенникова я уже снимал про нее но это уже новая версия более уточняющая возможно кто-то еще не слышал про эту платформу напомню что в советское время в одном из журналов была статья о гребенникове который изобрел антигравитационную платформу и на ней взлетел собственно говоря фото и было выложено в этот журнал очень много шума было насчет этой платформы очень много материала было снято есть фильмы кстати ссылки я в описании приведу там довольно таки интересные и из музея есть гребенникова видео также также 3d модель также 3d модель можете посмотреть на скетч фабе ссылку я тоже даю в описании покрутить посмотреть ну а теперь как же это все устроено как я думаю хочу сказать что сам гребенников о вот в фильме я смотрел его спрашивали о платформе он ничего не сказал он промолчал и в общем то и как говорится вот ну собственно ряд тайна насчет этой платформы но тем не менее у него есть книга можете ее поискать почитать очень интересно ну конечно все звучит как сказка но тем не менее очень много опытов которые говорят что далеко это не сказка гребенников занимался жуками и палеонтологии он очень влюбил свое дело и наверное за то что человек очень увлекался этой темой природа ему открыла одно очень интересное явление а именно эффект полостных структур так вот что я думаю по этой истории скорее всего вот если положить на открылки жука одно один надкрылок над другим то он начинает как бы парить в воздухе да вот есть ролики в ю тубе и вот я делал опыт и правда это с майского жука надкрылки но а вот он нашел какого-то жука в сибири который противоречит всем законам физики его надкрылки то есть один над одним и он получается парил этот надкрылок вот думаю думаю по этому принципу гребенников хотел сделать гравитоплан скорее всего он его не сделал и скорее всего это было бы выглядело бы вот так на пластине расположены надкрылки один надкрылки расположены в ряд и вот эти вот пластины с помощью так вот на гравитоплане есть ручка типа газовая да вот как на мотоцикле когда мы ее крутим тросик втягивается и он двигает дроссельную заслонку на мотоцикле да здесь у нас гравитоплан он перемещает пластинку пластинки с вот этими надкрылками перемещая эти пластинки они находятся друг над другом и возникает вот это вот антигравитационная сила я очень сомневаюсь что этой силы хватит поднять допустим человека но как говорится фантазия у нас безграничная и можно пофантазировать что если расположить вот такие вот подкрылки до надкрылки в определенном количестве или же найти такой какой-то материал наподобие этого который при определенном перемещении карта нарушает вот антигравитационную нашу решетку да и таком случае такая платформа может работать и все-таки основная тайна мне кажется все таки в том что вот смотрите человек любил занимался жуками насекомыми да и вот если бы он сделал такую платформу это представьте сколько нужно было над крылок жуков очень много и это не вяжется с тем что человек любит и занимается этим делом то есть ну как две противоречивые так сказать вещи до любовь к насекомым и антигравитационная платформа то есть не вяжется это здесь вот это мне к и вот в этом кажется основная тайна этой антигравитационной платформы скорее всего ее не было но а какой-то эффект все-таки был и уже на основании этого эффекта он написал вот эту вот свою книгу скорее всего понятное дело что это скорее всего фантазия и а фото журнале это просто для того чтобы привлечь внимание читателей довольно это можно сделать можно сделать монтаж но скажем так что вот благодаря этой находке мы знаем что это все-таки возможно пусть до конца еще неизвестно как это работает но направление от гребенников задал именно в плане вот антигравитации да что вот это все-таки возможно все ребята все ссылочки я расположу в описании видео можете покрутить платформу в 3d на скетч фабе также ссылки на фильмы также ссылка на фильм из музея гребенникова можете посмотреть там стоит не оригинал платформы а ее копия вот ну и пожалуй все пока по этой теме на сегодня всем пока и Продолжение следует...